На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Мой дед был красноармейцем, воевал в гражданскую войну. Но я не знаю, был ли он богоборцем, могу ли я за него молиться. Ну, друзья мои, Бог сказал, и молитесь за обижающих и гонящих вас. То есть, в принципе, за тех, кто, как мы считаем, делает нам зло. За врагов, по сути, да. Хотя у христианина, подчеркну, не должно быть своих врагов. То есть, я, как христианин, никого себе во враги не определяю. Это если кто-то меня считает врагом, ну, ты его, как говорится, делал. И для меня все люди – братья. У меня нет врагов. Исполняем заповедь простую святых отцов – возненавидь грех, но возлюби грешника. Итак, молиться надо за любого человека, и я бы даже сказал, в особенности за того, кто делает вам зло. Что такое молитва? Это ведь обращение к Богу. Это наше обращение к Богу, да. Мы говорим Богу, мы просим Его о прощении, о здравии душевном и телесном, о покорении страстей, о подгнании духов нечистых. То есть, молитва – это есть самое то, нам доступное, и то, с чего начинается, в принципе, любовь. Если человек не молится за кого-то, нет в нем любви, потому что он уже вне Бога. Бог есть любовь, он – источник этой любви. И если мы вне Его, в нас, ну, может быть, хорошее отношение к одному, к другому, но и совершенно противоположное к третьему. Мы должны понимать, главное, если мы прекращаем молиться, не молимся за тех, кто с нашей сугубо точки зрения, а она может быть и неправильной, мы не будем молиться за тех, кто нам зло сеет. С нашей человеческой точки зрения зло. То нет в нас любви Божией. Наша Церковь православная молится за всех, за власти и воинство и я. Поэтому, пожалуйста, тем более, если человек, даже если бы он был богоборцем, все равно молитесь. Молитесь, чтобы Господь помиловал его, помянул его во Царстве Своем. Именно для этого нам дано, это наша обязанность молиться за усопших, неважно, где они находятся там на том свете, нам неведомо, Бог знает. Но мы знаем одно, что если мы молимся за тех, кто усоп, от наших молитв, по нашей просьбе к Богу, Бог их милует. Потому что у нас тогда есть любовь, мы молимся о них. А кто сам не молится и не призывает, нет в том любви отчей. Помните об этом. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.